Сделать детей яркими на дороге задача сотрудников ГИБДД. Третий год подряд в Иванове проходит конкурс, направленный на популяризацию светоотражающих элементов в одежде. В этот раз рекордное число участников – 177. Дети разделены на три возрастные группы – самые маленькие участники от года, дошколята и учащиеся учреждения среднего образования. Активно выступают воспитанники театров моды, творческих студий и родители талантливых малышей. В этом году мы установили один самый главный критерий – мы оцениваем верхнюю одежду. Нужно это для того, чтобы в дальнейшем дети не снимали эти светоотражающие элементы. Это имеет практическую значимость, то есть в дальнейшем эта одежда будет носиться в повседневности. В этом сезоне в моде яркие дождевики и зонтики. Руководители театров моды, учителя и родители постарались сделать верхнюю одежду не только красивой, но и удобной. Мы использовали плащевку непромокаемую, чтобы ее можно было носить в различных погодных условиях. То есть это, скорее всего, весна-осень, поскольку они у нас сейчас очень затяжные. Творчество просто. Мы представили себе ярких солнечных детей, назвали их «Солнечные зайчики». Такое счастливое, легкое детство, света неба и солнца. Маленькие участники конкурса ничуть не уступают профессиональным моделям. Свои наряды они показывают с удовольствием, кружатся на сцене и позируют для фотографов. Педагоги старались объяснить малышам, зачем нужна такая яркая одежда и чем она будет полезна. Нам объясняли, чтобы дети были заметены на дорогах, потому что некоторые машины могут не заметить детей. И проехать, и создать аварийный. Осень с ее промозглой погодой и ранними сумерками – сезон для светоотражающих элементов детской одежды. Такие нашивки делают детей заметными для водителя на расстоянии до 300 метров.